Даже поздней осенью можно выбирать любой погожий солнечный денек и продолжать работу на своем участке. Я до сих пор заправляю грядки к новому сезону. Ширина грядки приблизительно 65 см, длина 2,60 см. На грядку я вношу ведро конского перегноя. Это не только питание для растений, но прежде всего это питание для червей и бактерий. Далее вношу порцию качественного биогумуса. Его можно внести, сколько ни жалко, минимум 1 литр на квадратный метр. Финансовые возможности у всех, конечно же, разные. И в целях экономии биогумус осенью можно не вносить. Его можно внести весной непосредственно в лунку, когда вы будете высаживать свою рассаду. Раз в 5-6 лет на грядку нужно в обязательном порядке вносить разрыхляющие компоненты, потому что почва уплотняется. Плохо поступает воздух к корням, соответственно, мы недополучаемый урожай. Вносить можно вермикулит, перлит, смесь этих двух компонентов. Это может быть кокосовый субстрат и даже мелкая фракция керамзита. Кто-то вносит речной песок. Выбор только за вами. Сапропелли обычно добывают в пресноводных водоемах. Но у меня продукт немножко другого качества. Дело в том, что он карьерный и образовался много лет назад. Поэтому степень его чистоты очень высокая и там большое количество полезных микроэлементов. А вот вредных компонентов, которые сейчас могут быть в пресноводных водоемах, в этом сапропелли нет. Вносить сапропелли осенью на грядки также не обязательно. В целях экономии можно будет в сезон делать настой из расчета 1 стакан этого сапропелли на 10 литров воды. И уже выливать под каждое растение 1-2 литра. Две подкормки за сезон, и ваши растения будут обеспечены микроэлементами. Далее я вношу мое любимое удобрение, потому что почва у меня кислая, соответственно, и удобрение у меня для кислых почв. Можете измерить уровень кислотности и уже принимать решение, какое удобрение вам вносить. Мое удобрение на 100% натуральное. В составе мука бобовых, костная и перьевая. Белогидролизированные, зала подсолнечника, дрожжи пивные, водоросли морские, азота здесь 6, фосфора 4 и калия 10. Я точно знаю, что в следующем сезоне на этой грядке будут расти индотерминатные томаты. Поэтому я и не вносила большое количество перегноя. Излишек азота вызывает жирование у томатов. Но можно также внести уже сейчас специальное гранулированное удобрение для томатов. Питание в этом удобрении хватит вашим томатам на 100 дней. Выбирайте удобрение, которое вам больше подходит. Заправляйте грядки, чтобы весной об этом более не думать. Моя грядка приблизительно 1,5 квадратных метра. Мне нужно 100 грамм удобрения, а в пачке 850 грамм. Вот и подсчитайте, дорого это или нет, учитывая, что мы с вами получаем экологически чистый урожай. И новинка, которую с этого сезона я буду вносить буквально на все свои грядки, это магний. Причем магний это не синтезированный. То есть это не продукт химической промышленности, а магний на 100% органический. Такого удобрения на нашем рынке еще не было. Если почва на вашем участке хорошая, то есть это чернозем, то вы еще можете обойтись без этого удобрения. Но если почва супещаная и легкая, как у меня, то имейте в виду, что магний и бор, кстати, там очень быстро вымываются. И если на ваших растениях, на листьях, на легкой почве вы видите хлороз, то это не железо, нехватка, как многие думают. Это как раз-таки нехватка магния. Магний нужно буквально 20 грамм на метр квадратный. Не превышайте дозу. До последнего на моих грядках находится капуста брокколи. Листочки я ни в коем случае не выношу со своего участка. Отправляю их в грядку. Первое правило органического земледелия гласит, что все, что из земли выросло, в землю и должно уйти. Так предусмотрено природой. Представляете, сколько эта капуста вытянула питание из земли. Не надо давать ему пропадать. Все идет в дело. Листья капусты я буду рубить острой лопатой. И заодно в процессе работы перемешаю все добавки, которые вынесла на грядку. Еще одна грядка практически готова. Капустные листочки, впрочем, как и любая органика, зеленая, зеленушка, которая не повреждена болезнями и вредителями, это отличное питание для червей и бактерий. Если червям нечем питаться, то они просто уходят с грядок, а бактерии бездействуют, либо погибают. Сверху я грядку буду закрывать черным нетканом материалом. Для чего? Черный материал весной очень хорошо и быстро нагревается. То есть почва будет быстрее готова для высадки вашей рассады. Материал сохраняет влагу и тепло. Тепло сейчас поступает из нижних слоев почвы. И материал будет это тепло задерживать. Соответственно, червя и бактерии будут работать гораздо дольше и им будет комфортнее. Чтобы материал не унесло ветром, его можно прижать чем-то тяжелым. Доска, кирпичи. Если короб грядки деревянный, как в моем случае, то можно зафиксировать материал при помощи строительного степлера. Или гвоздиками, которые имеют круглую широкую шляпку. И снова черви и бактерии. Они работают, если почва влажная. В сухой почве никакие процессы нормально не протекают. Поэтому, если идут дожди, отлично. Ничего делать не надо, грядка готова. Но если почва слегка сухая, то лучше ее увлажнить. Когда за сезон с одного индотерминатного высокорослого томата я снимаю 10 кг плодов, вы говорите, классно. Но когда я заправляю грядки, многие говорят, дорого. Я считаю, что моя жизнь не ограничена только дачей. Я не хочу сажать 150-200 корней томатов, весь сезон их окучивать. Я все-таки выбираю высокий уровень агротехники. На этой грядке в следующем сезоне будет расти всего лишь 6 томатов. А результат, как всегда, будет, я надеюсь, отменный. Линейку натуральных удобрений Organic Mix спрашивайте в магазинах вашего города.